Сразу две памятные даты. В этом месяце родился первый космонавт Юрий Гагарин. 9 марта ему могло исполниться 89 лет. Жизнь покорителя невесомости трагически оборвалась 27 марта. Во Владимирском планетарии открылась фото-выставка в его честь. Юрий Гагарин – человек и легенда. Экспозиция отражает биографию космонавта с самого детства. Гагарин родился в деревне Клушино нынешней Смоленской области. Его родители были обычные крестьяне. И мы видим, как простой деревенский паренек за счет своих личностных качеств, за счет своих физических качеств или интеллектуальных усилий, за счет постоянной учебы прошел весь этот путь. От сельской школы через колледж, через институт и закончил академией имени Жуковского. Интерес к авиации у Гагарина появился во время учебы в Саратовском индустриальном колледже. Будущий космонавт занимался в клубе авиалюбителей и в 20 лет совершил первый полет на самолете Як-18. После окончания техникума юноша отправился в военное авиационное училище. А в декабре 1959 года летчика приняли в группу кандидатов в космонавты. От других претендентов Гагарин отличался лидерскими качествами и особой выносливостью. Первый в мире полет в космос был совершен 12 апреля 1961 года. Вот модель ракеты-носителя «Восток». С ее помощью был выведен на орбиту космический корабль. На борту находился летчик-космонавт Юрий Гагарин. Старт был дан с космодрома Байконур в 9 часов 7 минут по московскому времени. Гагарин провел в невесомости 108 минут и успел за это время облететь всю планету. Это был триумф. Космонавта стали приглашать на приемы в разные страны и города России. Он посетил в том числе Владимир и Суздаль. Бывший гендиректор Владимир Судальского музея-заповедника Алиса Аксенова провела для гостей экскурсию. Она на всю жизнь запомнила знаменитую гагаринскую улыбку. У англичан вежливые улыбки, веселые улыбки итальянцев. Но я очень много все-таки общалась. Я сама улыбчивая. Но тут, ну, Богом дано. И вот взгляд, ну, солнышко. Покоритель невесомости мечтал о новых вершинах карьеры. Он готовился к новому выходу на орбиту и продолжал летать на самолетах. Он стремился продолжать свою деятельность как летчик-испытатель. Что в конечном итоге и привело к тому, что в 1968 году он и разбился. Вся его жизнь – это мечта о небе. О небе во всех его проявлениях. Начиная с аэроклуба и заканчивая космосом. Юрий Гагарин погиб, когда выполнял тренировочный полет на самолете. Авиакатастрофа произошла недалеко от деревни Новоселово Киржаческого района. Летчику-космонавту было всего 34 года. У него остались две дочери. Космонавт дослужился до полковника военно-воздушных сил СССР, удостоился звания Герой Советского Союза и летчик-космонавт СССР. Как говорят музеологи, память о первом покорителе космоса бессмертна. Евгений Павлов, Александр Агафонов, Шестой канал. Редактор субтитров А.Семкин